В Одесской юридической академии подписали трехсторонний договор между ВУЗом, областным спортуправлением и Федерацией бадминтона Украины о развитии этого олимпийского вида спорта в нашем регионе. Место встречи было выбрано не случайно. Уже в следующем году Одесская юридическая академия примет финальную часть Украинской универсиады и гимназиады по бадминтону. Более подробно о визите в Академию президента Национальной Федерации бадминтона Алексея Днепрова в сюжете наших корреспондентов. Руководитель аппарата Офиса президента Украины, президент Национальной Федерации бадминтона Алексей Днепров в свой визит в Одесскую юридическую академию начался ознакомление со спортивной базой ВУЗа. Крытый мини-стадион, многофункциональный спортивный комплекс, несколько спортивных залов с самыми современными тренажерами, турники и брусья под открытым небом. Спортивный чиновник был приятно поражен увиденным. Впрочем, президент Академии Сергей Кивалов напомнил, что сам Алексей Днепров имеет непосредственное отношение к развитию спортивной инфраструктуры в университете. Алексей Сергеевич Днепров, будучи заместителем министра освиты и науки Украины, помогал нам начинать строительство этого стадиона. Здесь мы видим, что молодежь – это не только наши студенты и все молодые люди, которые хотят заниматься на спортивной базе нашего университета. Наши спортивные площадки открыты для всех желающих. Я уверен, что это, возможно, если не лучше, то один из лучших современных спортивных комплексов, которые существуют сегодня в Украине. И это знак качества, который Национальный университет Одесской университетской академии подтверждает многие годы своей работы. На этом спорткомплексе я уверен, что можно организовывать любого уровня соревнований, не только всеукраинского масштаба, но и европейского и мирового. Я знаю, что Сергей Васильевич занимается, наверное, всю свою жизнь этим вопросом. Во время экскурсий по спорткомплексу столичная делегация своими глазами увидела востребованность объектов и инфраструктуры. Несколько десятков юношей и девушек проводили тренировку по динамичному виду спорта – воркаут. Многие из молодых людей являются студентами Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета. Мы сегодня провели очень классное мероприятие. Собрали много ребят. Мы все занимаемся на уличных турниках и брусьях. Наш вид спорта – это воркаут. И благодаря Сергею Васильевичу мы имеем такую возможность прийти на наш стадион и собраться все вместе коллективом. Это общение, команда. Мы можем заниматься. Это очень классно, когда академия предоставляет такую возможность. И у нас есть турники профессиональные. Юрокадемия готова нам помочь в виде выделения помещения для занятий в зимний период. И нашей основной задачей сегодня было показать единство, что нас много и мы хотим заниматься именно здесь. Воркаут – это доступный массовый вид спорта. Он не требует никаких финансовых вложений на самом начале пути. И это очень приманивает ребят. Не у всех есть деньги на дорогие фитнес-центры, на клубы и тому подобное. И люди просто пользуются уличными турниками и брусьями. А главной целью визита Алексея Днепрова в Одессу стало подписание меморандума о сотрудничестве между Федерацией бадминтона Украины, ВУЗом и областным управлением спорта. Одесса должна стать одной из серьезных спортивных баз для развития этого вида спорта. Последние несколько лет я смотрю, что многие молодые люди очень увлеклись этим видом спорта. Ну, если есть потребность, если есть желание, то мы всегда сможем поддержать молодежь. Вы знаете, в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета мы проводили первые чемпионаты Украины по бадминтону. И я вам хочу сказать, я сам влюбился в этот вид спорта. Сегодня мы подписали меморандум. Мы сегодня будем развивать этот вид спорта в Одессе. Почему? Потому что у нас есть хорошая материальная база именно для занятий спортом бадминтона. Наши какие-то наиболее важные, наиболее важные соревнования будут проводить за поддержку юридической академии. Сегодня та количество спортивных спорта, которая сегодня есть в юридической академии, это для нас, как для спортсменов, очень важно. И мы дякуемся за ту подготовку и те отношения до нас, которые сегодня есть в академии. Федерация работает с Мировой Федерацией и внедряет программу, так называемую «Шоттл тайм». И она подразумевает тем, что мы будем стараться вводить бадминтон в школы на уроки физкультуры. Вот, это меморандум. И еще подразумевает это проведение финальной части универсиады и гимназиады для школьников, которые победители примут участие в чемпионате мира в стране Китая. За последние два года всеукраинская областная федерация бадминтона, клуб Олимпик Одессы, Юрокадемия и Международный гуманитарный университет провели множество турниров для любителей и профессионалов. Это первый в нашем городе парно открытый турнир Кубок Дракона. В конце мая в Одесской области была проведена Суперлига по бадминтону. Юрокадемия стала генеральным партнером этих и многих других соревнований. В октябре в Одессе прошел Кубок Украины среди спортсменов с нарушением слуха. Также традиционно проходит Международный Кубок Черного моря, самый масштабный в Украине из комбинированных соревнований по бадминтону. Для нас это очень позитивный знак, это очень позитивный документ, это действительно, можно сказать, историческое событие для Федерации Бадминтона Украины, в частности, накануне чемпионата Европы 2020 года, который впервые в истории пройдет в следующем году, в апреле следующего года в Украине. Безусловно, приятно, безусловно, почетно, поскольку у нас получилось, друг Сергея Васильевича, почетную грамоту за вклад в развитие спорта в Одессе и Одесской области. Поэтому, конечно же, это приятно. И, как я сказал только, что это для Федерации Бадминтона аванс, поскольку мы должны это оправдать и своими действиями в развитии олимпийского спорта в Одесском регионе, доказать это отличие. Теперь еще больше турниров, в том числе для школьников и студентов. Подготовка к финалу всеукраинской универсиады по бадминтону, который примет Юрокадемия, начинается уже сегодня.